Добрый вечер, в эфире новости о сети, расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев и вот основные темы выпуска. Более 30 тысяч человек уже прошли вакцинацию от гриппа, а реконструкцию набережной в районе Кесаева завершат на этой неделе. Сегодня в Доме правительства состоялось очередное аппаратное совещание. Какие поручения дал Сергей Миняйло на заседании с Кабмином? У нас очень большая территория, планов развития очень много. Современное оборудование и контроль качества на всех этапах. В Беслане работает завод по производству корма для рыб. Почти 220 тысяч тонн в год. Такими показателями не может похвастать ни одно аналогичное предприятие в стране. Мгновенная реакция и точный укол. Во Владикавказе провели ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию. Они посвящены памяти героя России Андрея Днепровского. За главный приз боролись спортсменки из разных регионов страны. Реконструкция набережной на улице Кисаева завершат ко дню города и республики. Празднование пройдет на этих выходных 23 и 24 сентября. Об этом на аппаратном совещании доложил глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильзахов. Работы там ведут и ночью. Рисков не успеть сдать объект в срок нет, говорили и об эпид-обстановке. Показатели за прошедшую неделю не превысили допустимой нормы. Руководитель управления Роспотребнадзора по региону отметил, в Северной Осетии в рамках ежегодной кампании от гриппа уже привили более 7700 детей, почти 25,5 тысяч взрослых. Министр здравоохранения Суслан Тебиев доложил, форма для сотрудников скорой помощи будет полностью готова к концу месяца. Руководитель региона раскритиковал ведомство, отметив, что этим вопросом занимаются уже два года. Говорили о создании экспозиции Международного центра профилактики терроризма. На это уйдет два месяца. Уже собрали больше 500 фотографий теракта в первой бесланской школе. Сергей Миняйло отметил, архив должен состоять из материалов о всех террористических актах. Так экспозицию можно будет сделать выездной. 783 нарушения требований пожарной безопасности обнаружили по итогам обследования 60 образовательных организаций республики. Мониторинг проводили в первых числах сентября сотрудники МЧС и прокуратуры. Во многих школах и детсадах замечания уже устранили. Глава региона Сергей Миняйло поручил ответственным ведомствам пересмотреть существующие критерии мониторинга и актуализировать их. Замечания, замечания рост. Мы по этому вопросу работаем уже два года. И тоже вопрос задаю. У нас же школы существуют не два года, а некоторые по 60-70 лет. Поэтому давайте совместными усилиями будем приводить их в порядок. И еще раз хочу сказать, что компенсационные мероприятия, вы профессионалы в этом вопросе, их можно предусматривать. В том числе с учетом новых технологий сегодня. В республику с рабочим визитом прибыли представители государственной корпорации развития веб.рф. Делегацию возглавила Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию блока городских решений и развития моногородов. В Доме правительства провели двустороннюю встречу. Обсудили направления, в которых могут взаимодействовать. Это сфера ЖКХ, образование, индустрия гостеприимства, здравоохранения, технологическое развитие и не только. Активно развивается внутренний туризм. Я с большим удовольствием хотела сообщить о том, что у нас команда города Владикавказа приглашена на обучение в Сколково. Там будут учиться 200 сильнейших городов по развитию туристического отрасли. Называется по развитию индустрии гостеприимства, потому что Осетия очень гостеприимная территория. И мы уверены, что команда Владикавказа и подружится, и найдет совместные какие-то проекты с теми, кто будет учиться на этой программе. Сегодня же провели совместное совещание с кабинетом министров и руководителями ведомств. Во Владикавказе в районе Новый Город появится школа на 1100 мест. В марте этого года заключили концессионное соглашение с организацией «Про-школа». Участок готовят сдавать учебное заведение, планируют в новом году. В проработке вопрос строительства еще двух школ по 550 мест. Взаимодействуют и в вопросе строительства курорта Момисон. Веб.РФ выступает гарантом на сумму 500 миллионов рублей. Стороны обсудили реконструкцию парка металлургов во Владикавказе. Уже проводили несколько ВКС, встречались с потенциальными инвесторами. Но определенности пока не достигли. В республике стартует проект «Тысяча юных футболистов». Его реализует Веб.РФ и Академия клуба ЦСКА. Специалисты армейского клуба проведут отбор молодых спортсменов в свою школу. Сотрудничать стороны планируют расширять. Я хочу отметить, что команда правительства республики заточена на результат. Такие задачи, я еще раз повторюсь, определил нам руководитель нашей республики. Поэтому честное взаимодействие с Веб.РФ, оно нам необходимо. Много сделано, много уже достигнуто результатов хороших. И, конечно, до конца мы будем их доводить все до логического завершения. И чтобы все проекты были реализованы. В апреле в Беслане запустили завод по производству корма для рыб. В год там планируют выпускать почти 220 тысяч тонн. Показатель лучший в стране, учитывая, что предприятие даже не вышло на максимум своей мощности. Продукцию уже поставляют в регионы России на очереди страны таможенного союза. Мои коллеги Алане Томаевой провели подробную экскурсию, рассказали, как работает современное оборудование и поделились планами на будущее. Есть шесть основных параметров для корма. Протеин, жир, фосфор, клетчатка, зольность и влажность. Процент каждого строго рекламентирован ГОСТом. Соответствие нормам проверяют в лаборатории. Здесь контролируют качество выпускаемой продукции на всех этапах. Этот швейцарский анализатор сокращает время ожидания результатов до считанных секунд. С помощью него мы определяем экспресс-методом за шесть секунд, интересующие нас параметры, которые химическими методами мы можем определять. Около жир, около трех суток, белок тоже в течение дня, зольность тоже в течение дня идет анализ. Внутри этого куба корм. Прибор таким образом проверяет крошимость гранул. Анализируют продукцию несколько раз в день. Тестируют с помощью нескольких аппаратов. В лаборатории есть отдел микробиологии. Специалист контролирует безопасность уже готовой продукции. Корм, во-первых, чисто визуально. Это должны быть красивые гранулы цилиндрической формы. Диаметр и длина, они должны быть равны. Ну и, конечно, по своим показателям, параметрам, мы должны укладываться в нормы ГОСТа. В производстве в потоке мы смотрим каждые два часа. Кроме этого, фасовку. То есть нам собирают среднюю пробу, и мы из средней пробы уже окончательный результат можем дать. Сердцем завода называют аппарат. Но на этих мониторах без преувеличения все предприятие. Любое действие на каждом из этапов можно контролировать здесь. Есть возможность запустить, например, гранулятор или остановить процесс фасовки. Отсюда мы управляем заводом, начиная от элеватора и заканчивая готовой продукцией. Мы отслеживаем все этапы производства, контролируем продукцию, чтобы продукция пошла в нужное русло. Завод фактически разделен на две линии. Первая производит корм для рыб, вторая – комбикорм для сельхозкота. Они практически не соприкасаются, технологии совершенно разные. Комбикорм формируют гранулятором, мощность до 15 тонн в час. Корм для рыб создает экструдер. В час он способен производить 10 тонн. Из мелких частей сырья он делает гранулы определенной формы и размера. Показатели зависят от рыбы, которую будут кормить. Диаметр нашего корма зависит от матрицы, которую мы устанавливаем на экструдер. То есть под давлением смесь выходит, сырье выходит через вот эти щели, скажем так, как отверстие, данное отверстие 1,8 мм. Эта матрица у нас предназначена для мальков. Завод запустили в апреле этого года. Уже летом прошли аттестацию и вошли в реестр предприятий экспортеров. Теперь поставлять продукцию могут в Абхазию, Грузию, Узбекистан и страны таможенного союза. Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарно-санитарное обследование. Проверяли соответствие требованиям стран в части производства, хранения и реализации кормов. Предприятие аттестовано. И уже 25 августа должностными лицами Россельхознадзора проведен досмотр первой партии кормов, подготовленных для отправки в Республику Абхазия. На основании ветеринарно-сопроводительных документов в системе «Меркурия» оформлен ветеринарно-сертификат на экспорт 20 тонн кормов для форели. За несколько месяцев завод уже сформировал масштабный список заказчиков. География широкая. Карелия, Мурманск, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар и не только. Здесь могут производить продукцию даже по индивидуальным рецептам. Закон может работать в три смены, но сейчас в две. Максимальные производственные мощности – 219 тысяч тонн продукции в год. В планах ввести новую линию. У нас очень большая территория, планов развития очень много. Первоочередной план развития – это расширение производства корма для домашних животных. На данном этапе мы уже рассматриваем с поставщиками оборудование для производства корма для кошек и собак. Договор на поставку новой линии уже заключили. Ее мощное составит 10 тонн в час. В конце года планируют начать завозить оборудование. В начале следующего приступят к монтажу, а запустят уже весной. Главная задача – импортозамещение и предовольственная безопасность страны. Заводы по производству кормов в России есть, но с такими мощностями только в Северной Осетии. Здесь продукция соответствует и европейским стандартам. Алана Томаева, Хета Гопоев. Новости Осетии. Детский журнал «Нокзал» продолжает поддерживать бойцов в зоне специальной военной операции. Руководство редакции регулярно связывается с Еленой Базаевой. В Донецкой области она распределяет помощь между осетинскими батальонами. Последний раз отправляли медикаменты в госпиталь, а сейчас – бытовую химию и вещи. А еще солдаты сами попросили местную прессу и литературу. Так они чувствуют себя ближе к дому. Вместе с посылками – письма от детей с наилучшими пожеланиями. Акция «Письмо солдату» проходит во всех школах и детских садах республики. Очень трогательно, когда мы сами их тоже рассматриваем, открываем. Самые маленькие, допустим, дети, которым по 2-3 года, и в отца новодетского сада принесли, сказали, что принесли рисунок, сказали, что у этой девочки отец сейчас там защищает интересы родины. И вот она для своего так и написала папе. Наверное, это и важно, чтобы вот такое единение было, и мы все понимали, для кого мы это все делаем. Учителя осетинского языка и литературы прошли профессиональную переподготовку. По федеральному проекту «Содействие занятости» 15 педагогов со всей республики посетили специальные курсы. В очной форме им провели семинары и лекции сотрудники кафедры осетинского языка СУГУ и специалисты СУИКСИ. После обучения всем слушателям вручили государственные дипломы. По первому образованию я филологу-совет. Узнав о курсах, я решила попробовать, потому что понимала, что мне интересно развивать осетинский язык, преподавать его, уметь преподнести его ученику. Но я знала, что мои методологические, например, способности далеки от идеала. И эти курсы очень поспособствовали тому, чтобы я стала более подкованной, смелой в том, чтобы уметь делать то, что мне нравится, то, что мне хочется. То есть учить осетинскому языку, просвещать, популяризировать его, делать его интересным. На сайте университета для слушателей этой программы размещен весь лекционный курс, видео лекции, дополнительные какие-то материалы, тесты, которые необходимы слушателям для занятий. И в дальнейшем им окажут необходимую помощь во время их работы. Хочу любовь провозгласить страною. В школе-интернате Владикавказа провели мероприятие, посвященное творчеству Расула Гамзатова. В этом году в России отмечают 100 лет со дня рождения народного поэта Дагестана. Ребята подготовились основательно. Читали стихотворение, исполнили сценку с отрывками из записной книжки Расула Гамзатовича и представили дагестанский девичий танец. Мне нравится стихотворение Расула Гамзатова. И почему бы не поучаствовать в школьном мероприятии, когда здесь так интересно. Я буду рассказывать стихотворение Расула Гамзатова «Слово о матери». Мне нравится больше рассказывать какие-то трагические отрывки, трагические стихотворения. И это стихотворение несет в себе большой смысл. Мероприятие связано с юбилеем рождения известного дагестанского поэта Расула Гамзатова. 8 сентября ему исполнилось 100 лет. В рамках этого у нас в республике проходит фестиваль. В нем будут участвовать образовательные учреждения. Наша школа тоже не осталась в стороне и принимает активное участие. В честь памяти героя России Андрея Днепровского во Владикавказе провели ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию. Побороться за главный приз и оценить уровень подготовки приехали спортсменки из Ростова и Краснодара. Около 100 участниц в возрасте от 8 до 16 лет старались обыграть друг друга, демонстрируя удивительную точность ударов и молниеносную реакцию на выпады соперниц. Все, чтобы за меньшее количество времени нанести большее число уколов и занять ступень на заветном пьедестале. Мне нравится этот вид спорта, потому что в данном виде спорта надо обхитрить, обмануть соперника. Не надо иметь какую-то физическую силу, надо иметь ум, мышление, хитрость, ловкость. Дети начинают приходить, появляться, уже больше групп становится. Соревнования как бы региональные, но по ним мы, конечно, собираем нашу команду, формируем и на более высокие соревнования российские выезжаем. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok